И желанием жить одинаково хорошо, пусть не одинаково, но хорошо, хорошо, чтобы, понимаете, нас мучили ни нужда, ни оскорблений, ни справедливость, которой много. Простите, что я это говорю вам, что накануне праздника 8 марта 6-го дня я вдруг заговорил о каких-то тяжелых и не очень много встречах, но моя поэзия в этом. У меня вышло много книг, и последние 15 книг, я издаюсь сейчас в издательстве «Вексмо», «Самый крупный», очень уважаемый, последние мои 15 книг были, они давались 75 раз. Значит, то, что я говорю людям, это нужно, раз они востребованы, их тоже не заставят купить книгу, если ты не хочешь их купить. Вот, поэтому, конечно, я стараюсь писать о том, что волнует всех, что волнует меня, что волнует сверстников и, наоборот, молодых людей. Вот, в этом, я считаю, свое призвание и свою профессию необходимую очень людям, потому что, вы знаете, поэзия – это как протянутая рука, вот как будто плохо ты протягиваешь руку, и человек может опереться, как важно волнует успеть. Сказать кому-то слово доброе. Спасибо. Сказать кому-то слово доброе, чтоб от волнения сердце дрогнуло, все порушить сможет смерть. Как важно вовремя успеть, похолопотать или поздравить, плечо надежное подставить и знать, что будет так и сбречь, но забываем им подчас, исполнить чью-то просьбу вовремя, не замечая, как обида кровная, незримо отчуждает нас, и запоткалая вина потом терзает наши души. Вот и надо. Вот и надо научиться слушать того, чья жизнь. Обнажена. Обнажена. Спасибо вам. Это очень приятно. Это мои любимые стихи. Спасибо. Андрей Дмитриевич, вопросы есть у нас. Пожалуйста. Читатели, да, прошу. У меня вопрос к вам. Как поэту, члену общественной палаты, сопроцентному усилию? Впереди 8 марта. На женщинах у нас в стране основная тяга – это забота о детях и борьбы с тем, чтобы они не попали в руки алкоголизма, наркомании и индоинства. В чем черпать им силы? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, я всегда думал, что женщина лучше для мужиков. Да лучше, конечно. Я вам скажу, почему. Милосердно, терпимее, терпимее. Даже в чем-то тоньше, в чем-то мудрее. Вы знаете, я заметил, какая с тобой женщина, такой и фея. Когда она так тебя поднимает, что ты даже не замечаешь этого, что ты стал другим человеком. И у меня вот был друг, очень хороший парень, которому учили в школе, и все. А потом так случилось, он подавал надежду, он писал хорошие стихи. А попала женщина, которая все время деньги, 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 таланты. Знаете, как вы помните рассказ «Портрет», да? И таланты стекал, и стекал, и как-то опустился, и он оказался обывателем, в общем, малоинтересным человеком, хотя обещал. Ну, это было там 17-19 лет, вот когда очень многое обещал. Как, что делать, как быть, чтобы вот женщина чувствовала себя счастливой? Я думаю, что, во-первых, должен быть рядом надежный рыцарь, надежный человек. Это может быть и муж, это могут быть дети, которые подрастают и обстановят собор, это могут быть друзья, это могут быть родители, если они живы, слава Богу. И это должна быть страна. Не в смысле географического понятия, а в смысле государства. В смысле тех нравственных основ, которые должны быть в этом государстве. То есть, понимаете, мы говорим слабый пол, на самом деле сильный пол. Конечно, прекрасный, сильный пол, потому что очень многое ложится на встречи женщин. Вот мы там в нашей общественной палате, я уже в второй сезон, меня избрали, мы там этим занимаемся. Но я вам скажу другое, что вот все наши рекомендации, многие законопроекты, которые даются в общественную палату на экспертизу наших юристов, ну и нам тоже мы подписываем все время все изменения, которые мы предлагаем, и каждый из нас членов общественной палаты подписывает, что он за и против. Но, к сожалению, законодательное собрание, так называемое государственное домо, оно не всегда принимает наши предложения. А ведь в общественной палате очень много уважаемых людей, знаменитых, уважаемых, в своей профессии добившихся больших успехов и так далее. К сожалению, иногда наши законодательства не понимают, наверное, не знают, в чем тут дело. Но когда вот сейчас я, когда я сейчас вдруг прочитал, что, значит, наши руководства, законодатели наши решили устранить сертификацию государственную на продукты, это опасно очень. Имейте в виду, почему опасно. Потому что очень много подделок. Если у нас в России каждый год гибнет 25 тысяч от отдельного алкоголя, то продукты, которые будут не сертифицированы государственно, будут сертифицированы теми производителями, которые их делают, которые после которых продают, то вы понимаете, есть опасность, что здоровье нации будет улучшаться, потому что экология плохая, продукты, как говорится, могут быть плохими, выпивка, а что это говорит, ну пьет же у нас в России. Значит, тоже это все очень плохо скажется, очень плохо скажется. Вот сегодня я разговаривал, я очень дико переживаю за Ванкувер, потому что я всю жизнь занимался спортом, и для меня, знаете, вот это поражение, которое мы там получили, это просто такая обида, такое, я бы сказал, даже горе. Вот я сегодня разговаривал с одним из тренеров, который тренировал молодых ребят, значит, лыжников, а потом начал тренировать лёгкоатлетов. Мы с ним долго говорили, он мне говорит, я вот что сделал, он говорит, вы знаете, в чем дело, вот я тренировал, я работал за полторы ста, я получал 6 тысяч рублей, ну как я могу вот жить, и я ушел. И многие, я знаю, что многие уходят. Мало того, говорят, вот у нас, когда дети, вот в те времена ещё, особенно далёкие, там, не очень далёкие, когда у нас, говорят, лыжников на трассу выходило по 150 детей, сейчас уже уходит 15. У нас нет основ материальных и всех заинтересованностей государственных, у нас нет тех вложений, которые должны быть в спорт. Ведь спорт не просто достижение и медали, нет, это как совершено, спорт это здоровье, физическая культура, которая должна быть на такой высоте и так культивироваться, чтобы люди росли и здоровались. Вот это проблема, к сожалению. У нас так много проблем, что я даже не знаю, нам хватает, чтобы вытащить хвост. Продолжение следует...